Итак, мы сделали новую игру, достаточно продвинутую, и там говорили, что нам чего-то не хватает. Нам не хватает хороших спрайтов. И в этом пятом уроке мы разберемся с процессом создания и редактирования спрайтов. Если кто-то захочет, сможет создать своих спрайтов или усовершенствовать существующих. Но прежде чем мы перейдем к практике, нам необходимо изучить несколько терминов, которые я уже употребляла, но сейчас немножко поясню. Первый термин – это интерфейс. Возможно, кто-то знает, что это такое, но сейчас я кратко расскажу. Интерфейс – это внешний вид любой программы, с помощью которого мы можем этой программой управлять. В интерфейсе каждой программы есть какие-то свои управляющие элементы. И, наверное, кто-то догадался, что слово «интерфейс» очень связано с понятием интерактивности, которое мы изучали. Потому что, когда мы управляем программой, мы с ней взаимодействуем. И для наших игр мы тоже научимся создавать интерфейсы с различными инструментами, с помощью которых мы будем управлять этой игрой, взаимодействовать не только со спрайтами, но и с самой игрой. Сейчас же мы будем использовать различные элементы интерфейса. И тебе очень важно знать, как они называются. Первое название ты уже слышал – меню. Мы использовали главное меню среды программирования Scratch. И там у нас был пункт меню «Файл». И в нем подпункты, с помощью которых мы сохраняли наши проекты и открывали уже сохраненные, чтобы потом с ними еще поработать. Еще в любой современной программе есть панели инструментов. И каждая панель инструментов состоит из нескольких кнопок. Сегодня мы изучим несколько таких панелей инструментов. Ну, давай перейдем в Scratch, и я тебе их покажу. Еще раз давай вспомним, что у нас есть меню. Вот оно. Панели инструментов, я сказала, это наборы каких-то кнопок. И мы уже пользовались, например, вот этими кнопками. Надеюсь, ты помнишь, что они значат. Если нет, то ты можешь навести мышку на каждую кнопку и получить подсказку. Еще у нас есть… Где панели инструментов? Где ты видишь кнопки? Вот у нас есть кнопки, да, панели инструментов под названием «Новый объект». Здесь есть несколько кнопок. Мы пока пользовались только одной. И еще мы видим инструменты, да, панели инструментов. Новый фон. Мы тоже с помощью одной из кнопок загружали новый фон. Вот это все панели инструментов с кнопками. Еще в интерфейсах есть вкладки. Вкладки нужны для того, чтобы различные элементы интерфейса было удобно находить. Потому что их много и не всегда их легко найти. И мы вкладками тоже с тобой уже пользовались. Давай вернемся в Scratch, посмотрим. Вот наши вкладки. Вот они. Они и выглядят, как вкладочки такие. И если мы по ним будем щелкать, у нас открываются различные режимы работы с нашей программой, с нашим инструментом. Но в Scratch вот только три вкладки есть. И мы сегодня будем работать активно со вкладкой «Костюмы». И, наконец, последний термин, который тоже я часто буду сегодня использовать и раньше уже использовала, это «Поле ввода». «Поле ввода» нам нужно для того, чтобы ввести какую-то информацию, передать ее той программе, с которой мы работаем. Давай посмотрим, где есть поля ввода в Scratch. Первый раз я употребляла этот термин, говорила, введем в поле ввода имя спрайта. Вот здесь, везде, где мы можем, еще раз повторю, ввести какой-то текст. Здесь мы писали, вместо спрайт 1 вводили имя «Кот». Когда мы работаем с костюмами, у нас тоже есть поля ввода для того, чтобы задавать имена костюмов. Вот здесь у кота есть имена «Костюм 1» и «Костюм 2». Нам нужны эти имена для того, чтобы потом их использовать в программном коде. И очень важно, какие мы будем использовать имена, потому что очень часто от этого зависит, насколько будет интересным процесс игры или анимации. Итак, вот эти термины. Я их просто буду употреблять. И надеюсь, теперь тебе будет понятно, что как называется в нашей среде программирования. Еще раз повторю, очень скоро, через несколько уроков, ты сможешь создавать свои интерфейсы. Сегодня мы будем работать с костюмами спрайта и создавать и редактировать новые спрайты. Для этого нам потребуются такие инструменты, как вкладка «Костюмы». В этой вкладке мы будем работать с графическим редактором. И, конечно, как я уже говорила, мы будем активно использовать имена костюмов. Сначала я немножко покажу, как что работает, а потом мы внесем важные изменения, усовершенствуем нашу игру от обжора. Ну что, перейдем в Scratch. Итак, здесь тебе известно, что чтобы добавить новый спрайт, нам нужно использовать кнопку «Выбрать спрайт из библиотеки». Мы сейчас это делать не будем, поскольку ты это уже хорошо знаешь. Перейдем в следующую кнопку и используем кнопку «Нарисовать новый спрайт». Если мы ее нажмем, у нас появляется графический редактор и по умолчанию один костюм. Первый костюм. У спрайта имя свое создается, спрайт 1. Если мы создадим еще один спрайт, то у нас появляется спрайт 2, спрайт 3 и так далее. И они все сейчас пока одинаковые, простые, без костюмов. Если мы сравним с спрайтом кота или с любым другим, который у тебя, возможно, загружен, то здесь у нас может быть один или несколько костюмов. Эти костюмы разные и с разными именами. Здесь мы можем редактировать наши костюмы. Потом мы это сделаем с одним из спрайтов в игре кота обжора. А здесь мы немножко порисуем. Итак, мы попадаем в так называемый графический редактор. Вот его рабочая зона такая вот как бы в клеточку. Эта клеточка означает прозрачность, то есть это прозрачный фон. И когда мы рисуем спрайт, он у нас рисуется на прозрачном фоне. Еще мы видим здесь уже известный вам набор каких-то элементов интерфейса, которые называются как? Вот это у нас панель инструментов для рисования. И, возможно, ты уже пользовался каким-нибудь графическим редактором на компьютере и рисовал. Вот можно рисовать что угодно, можно рисовать линии, прямоугольники, круги и так далее. Мы изучим все эти инструменты постепенно. Еще есть панель инструментов для того, чтобы отменить или повторить какое-то действие. Еще какие-то специальные кнопки здесь существуют. Тоже еще дополнительные панели инструментов. Вот эти мы тоже будем изучать и разбираться, для чего они нужны. И здесь вот у нас настройка цветов, палитра, для того, чтобы работать с разным цветом, с разной толщиной линии, с типом заливки, чтобы иметь возможность увеличивать и уменьшать здесь это изображение. Потому что иногда бывает не очень хорошо видно, тут клеточки маленькие. Но и еще какая-то загадочная кнопка, которую мы изучим немножко позже, пока даже я не буду объяснять, что это такое. Ну что, надо немножко порисовать. Чтобы рисовать, у нас по умолчанию кисть. Вот видишь, на любую кнопочку наводим мышку, у нас есть подсказки, для того, чтобы не запутаться, вдруг что-то непонятно. Вот, например, ты не знаешь, как написать текст. Вот буква Т, это режим рисования текста, набора текста. Но пока немножко порисуем. И чтобы было веселее, конечно же, не обязательно рисовать черным. Можно выбрать любой цвет и можно выбрать ширину или толщину линии в данном случае. Да, я пока просто занимаюсь, нужно сказать, ерундой. Но в следующих уроках ты сможешь понять, для чего это нужно. То есть ты можешь взять и поэкспериментировать с инструментами рисования. Вот я рисую прямоугольники и смотри, вот есть еще подсказка в скобках shift, будет квадрат. То есть если мы одновременно, я сейчас другой цвет выберу для разнообразия, нажмем на клавиатуре клавишу shift, то у нас нарисуется квадрат. Вот он ровненький такой. Я веду и получается только квадрат, прямоугольник не получается. Если я shift отпущу, то будут рисоваться прямоугольники разные. Аналогично работает инструмент, который называется эллипс. И если мы нажмем shift, то это круг. Эллипс это сплюснутый круг, если ты не знаешь, что это такое. Я тебе объясняю. Нажимаю сейчас shift. Опять же, для разнообразия, например, возьму красный цвет. И вот смотри, когда у нас мы рисуем либо прямоугольник, либо круг или эллипс, то у нас есть возможность сделать его заливкой. То есть вот так, чтобы полностью без контура он был, нажму сейчас shift, и будет ровненький круг. Если я shift не нажимаю, то будет овал, такой сплюснутый круг. Аналогично текст. Мы ставим мышку и вводим текст. Но что-то вот я сейчас набираю на клавиатуре, ничего не получается. К сожалению, в скретче есть некоторые сложности, связанные с тем, что не всегда можно ввести русский текст. А если мы будем использовать английский, то английские буквы спокойненько вводятся. Позже я покажу, как преодолеть это препятствие. Мы будем использовать дополнительные возможности, которые сделали другие программисты. Следующий инструмент заполнить цветом, или он называется заливка. Пустые области мы можем залить. И вот смотри, есть разные варианты заливки. Есть сплошная заливка. Просто щелкаем в ту часть, которую хотим залить. И вот все, что внутри контура, все заливается. Есть так называемая заливка с градиентом. Или градиентная заливка. Когда из одного цвета, допустим синего, происходит переход в другой цвет. Белый, например. И вот когда мы заливаем, получается так. Или можем по-другому сделать. Вот так. Или вот из центра идет. Вот таким вот образом. Вот здесь у меня уже не получилось. Почему? Потому что здесь есть белые области. И поэтому получается неудачно. Сейчас я сделаю отмену. Сделаю сплошной цвет, чтобы у нас был. Вот. И сейчас у меня получится вот такая вот заливка. Из центра. Чтобы получилось второй цвет не белый, мы должны выбрать вот этот вот цвет. Вот мы его меняем, например. И делаем вот так. Видишь, уже сейчас голубой с синим. Или, допустим, розовый с синим. То есть можно делать самые разные такие вот сочетания интересные. И твои изображения будут приобретать интересный вид. Если ты сделаешь заливку вне контура или в разорванном контуре, допустим, здесь ты хочешь кусочек залить, то не удивляйся, что у тебя зальется все. Потому что не хватало еще одной полосочки. Например, ты хочешь этот кусочек закрасить. Давай отменим. И здесь нужно обязательно дорисовать сначала линию, а потом уже мы можем сделать заливку внутри окантованной такой вот области. Следующий инструмент. Сейчас он действительно нам нужен. Это инструмент ластик. Мы можем стереть все, что не нужно. Конечно, когда много мы нарисовали и много нужно стереть, лучше сделать большой ластик. Вот так вот много можем стереть все, что не надо. Можно сделать поменьше, если нужно сделать какой-то небольшой такой вот подправить рисунок. И опять повторю, если у нас мелкий рисунок, то мы можем нажать на плюсик, вот так вот увеличить. Видишь, он во сколько раз увеличилось. И здесь чуть ли не попиксельно редактировать свое изображение. Если мы нажмем минус, то у нас просто уменьшается по чуть-чуть. Если равно, то один к одному. То есть в стопроцентном масштабе. Еще один важный инструмент выбрать. Здесь он работает очень специфически. Мы можем выбрать какую-то часть или весь рисунок. И ее, например, переместить. И можем даже ее повернуть. И можем даже ее вот за эти маркеры, вот где стрелочка такая, можем повернуть. А вот за эти краешки мы можем изменить размер. Допустим, сплюснуть или вот даже так вот сделать меньше. То есть ты можешь делать самые разные варианты со своим изображением. Еще есть интересный инструмент удалить фон. Он нужен для того, чтобы удалять фон из фото. Мы потом будем его использовать, пока у нас фон и так прозрачный. Поэтому мы обойдемся. И последний инструмент выбрать и копировать. Или очень он похож, смотри, вот на кнопочку дублировать. Мы дублировали спрайты, если помнишь. Вот если я сейчас щелкну, выберу вот этот инструмент дублировать. Я щелкну по коту, у нас появляется копия этого спрайта. Если я вернусь в редактор нашего странного костюма, нового нашего спрайта, и использую этот инструмент, то я, когда нажимаю мышкой по элементу, он должен продублироваться. Не всегда это легко получается. Сейчас, наверное, надо вот так вот выделим сначала. То есть надо сначала выделить какой-то фрагмент, а потом нажать дублировать. И этот элемент дублируется. Надо потренироваться. Видишь, вот какую-то область надо сначала выделить. Вот она выделилась и продублировалась. Здесь нужна определенная сноровка. Вот, видишь, получается как-то так. То есть я нажимаю дублировать, потом выделяю, смещаю, и вот этот кусочек у меня как бы копируется. Конечно, костюм получился ай-яй-яй. Но я надеюсь, ты сейчас остановишь видео и потренируешься со всеми этими инструментами, чтобы понять, как они работают. Потому что объяснять можно долго, но когда ты работаешь сам, то, конечно, получаешь значительно больше знаний и умений. А после паузы мы с тобой усовершенствуем игру код-обжора. Ты уже долго работаешь с компьютером, поэтому необходимо обязательно сделать гимнастику для глаз. Постарайся научиться делать это очень регулярно. И сейчас мы вместе с тобой ее выполним. Разверни анимацию на весь экран. Следи за мной глазами, но голову не поворачивай. Поморгай глазами. А теперь вверх-вниз. Поморгай глазами. Сейчас будем смотреть по диагонали. Поморгай глазами. Еще раз по диагонали. Поморгай глазами. Отлично. Ты изучил инструменты для рисования, создания новых спрайтов. Потренировал глаза. Надеюсь, что они у тебя отдохнули. И сейчас мы продолжим. Мы создадим анимацию движения кота в игре код-обжора. Сделаем так, чтобы в процессе перемещения он шевелился, шевелил лапами. То есть мы это будем делать с помощью смены костюмов. И в одном из первых уроков вообще-то мы это делали. Вот в нашей игре возникла такая необходимость, поэтому сейчас мы быстренько это добавим. Я загружаю нашу игру в третью версию. Здесь мне ничего не надо. Я это стираю. Странно, что-то не получилось. Сейчас еще раз. Я нажала скачать на свой компьютер. Смотри, как я торопилась. И пересохранила третью версию игры. Сейчас, если я ее загружу, то будет у нас вот такая история. Видишь, что бывает, когда торопишься. Но ничего страшного. У меня есть вторая версия. Буду работать со второй. Во второй версии у меня нет несъедобных объектов, поэтому придется заново их добавлять. Сейчас я переименую проект на 3.2. Вот так вот. А третью запомню, что у меня возникла там сложность. Я ошиблась. Ну что, сейчас что я сделаю? Я сделаю, еще раз повторим, анимацию кота, добавим ему смену костюмов. Вопрос, где эту смену костюмов добавлять и каким образом? Мы знаем, что для того, чтобы наш кот начал двигать с лапами, нам нужны костюмы. Мы это знаем. У нас их два. И нам костюмы нужно менять. Чтобы они менялись, у нас есть команда «Следующий костюм». Кто ее забыл, напоминаю. Есть такая команда. И все это должно происходить всегда. То есть нам нужен цикл «Всегда». Еще мы помним, что это должно все-таки как-то быть связанным с началом игры. И у нас есть скрипт, когда щелкну по флажку. Вот сюда мы добавляем «Всегда». Давай проверим. Вот наш кот начал двигать с лапами. Вот мы его перемещаем. И все получается. Кроме одного. Он это делает слишком быстро и неестественно. Поэтому нам нужно еще добавить сюда «Ждать». И кто помнит, мы писали 0.3. Для того, чтобы он ждал чуть меньше секунды. И движение было естественным. Нажимаем на флажок. И вот наш кот. Вот он у нас собирает фрукты. Наедается. Ну а ты, я надеюсь, сейчас это сделаешь. Третья версия игры. Не допустишь такую ошибку, которую допустила я. Ты увидел, что из этого получилось. И сделаешь так, чтобы кот перемещался и двигал лапами. А в следующих уроках мы усовершенствуем нашу игру так, чтобы все-таки он двигал лапами только тогда, когда мы нажимаем на стрелочки. Аня все время это делал. Но сейчас это немножко для нас сложновато. Поэтому оставим так. Ну что, приступай к выполнению задания. И возвращайся. Мы еще усовершенствуем игру. Сделаем дополнительный костюм шарику. И если кот будет касаться шарика, то этот шарик у нас будет лопаться. Пока ты будешь выполнять задание, я верну то, что испортилось сейчас. Добавлю несъедобные объекты, чтобы с ними можно было работать. До встречи после паузы. Ну что, надеюсь, у тебя все получилось даже лучше, чем у меня. Без моих ошибок. Я тоже выполнила задание. Вернула на место шарик и мячик. Заново написала код. К сожалению, у программистов такое бывает. Так что ничего плохого и страшного в этом нет. Хуже, когда программа написана большая и произошли какие-то более сложные ошибки. Ну и сейчас мы продолжим работу с нашим проектом. Но еще я тебе скажу пару слов об одном важном термине. Фактически, когда мы с тобой добавили скрипт коту, мы реализовали так называемую покадровую анимацию. То есть мы использовали костюмы как кадры анимации. И когда эти кадры или костюмы меняются, мы видим ожившего спрайта. То есть анимацию движения кота в данном случае. И покадровая анимация на самом деле очень часто используется как при создании мультфильмов в сложной анимации, так и в создании игр. И вот в Scratch, запомни, это костюмы фактически являются кадрами анимации. Сейчас, как я говорила, мы создадим новый костюм для шарика в игре Кот Обжоры. И сделаем скрипт, который будет обрабатывать условия. Если кот коснется шарика, то шарик должен лопнуть. То есть сменить костюм. Ну и, наверное, ты догадался, что удобнее это будет сделать не в скрипте кота. То есть мы-то будем видеть, что кот коснулся шарика, но на самом деле лучше всего реализовать эту проверку этого условия в скрипте самого шарика. И у нас условие будет звучать немножко смешно. Если шарик коснулся кота, то он должен сменить костюм. Ну что, приступим. Перейдем к спрайту шарика и добавим условия, как мы и говорили. Если он касается кота, но это условие у нас есть, поэтому можно не добавлять, то он должен сменить костюм. И мы уже начинали это делать. Сменить костюм на... Мы делали просто следующий костюм, а сейчас нам нужно на определенный костюм его менять. И мы помним также, что когда мы смотрели костюмы, у нас костюма лопнувшего шарика не было. Как его сделать? Ну давай... В принципе, можно лишние костюмы удалить, можно оставить, если мы ими пользоваться не будем. Мы сейчас продублируем вот этот костюм. Пусть наш шарик будет такого красивого цвета. У нас два теперь одинаковых костюма. И здесь, например, мы прямо так и напишем, чтобы не запутаться. Лопнул. То есть лопнувший шарик. И теперь нам нужно вот этот шарик подправить. Смотри, здесь мы попали в редактор тоже, но здесь уже инструменты редактирования, панель инструментов, не слева, как это было раньше, вот здесь, да, а справа. Мы сейчас находимся в другом режиме редактирования. Это так называемая векторная графика. В следующих уроках я еще раз помню эти термины, тебе их поясню. И наши инструменты здесь. Вот ими мы и будем пользоваться. Просто привыкни, что иногда в этом редакторе у тебя будут инструменты или слева, или справа. И они немножко отличаются. Чем они отличаются? Здесь вот для того, чтобы выбрать какой-то элемент, у нас есть вот этот вот элемент выбрать, так он и называется, кнопочка выбрать. И когда мы выделяем просто что-то здесь в редакторе, то это что-то выделяется, и потом мы можем его переносить. Сейчас нам никуда переносить не надо, нам надо, чтобы он остался на месте, я отменила действие переноса. А нам необходимо модифицировать вот этот вот рисунок. Давай еще раз его выберем. И воспользуемся инструментом изменения формы. Он очень интересный, потому что он помогает с помощью вот тех маркеров, которые здесь начинают отображаться, изменить форму нашего спрайта, нашего костюма. И вот сейчас я просто с помощью этого инструмента вот так вот взяла и сделала сплюснутый такой вот шарик. Ну как-то так. Он как будто лопнул. Еще здесь хвостик можно немножко повернуть. Ну и здесь вот очень много уже маркеров. Уже это сложнее. Вот видишь, когда я их поворачиваю, получается какая-то ерунда. Но пока просто ты тоже попробуешь работать с этими точками, с этими маркерами. Конечно, так не всегда работают художники, но для нас этого пока будет достаточно. Вот примерно так мы сделали такую, изменили форму. Ну и чуть-чуть вот я все-таки его сплюсь, но вот он лопнул. И можем сейчас посмотреть. Вот был такой, стал такой. То есть он просто лопнул и лежит какой-то обрывок. И мы еще раз напомню, сделали, ввели в поле ввода имя, лопнул для того, чтобы не запутаться. Потому что вот здесь есть разное название костюмов. И, ну, опять же, чтобы не путаться, давай вот эти лишние костюмы мы уберем. Потому что все они будут в параметрах, и надо будет думать, какой костюм нам нужен. Вернемся во вкладку скрипты. И здесь нам нужно сменить костюм на какой? На костюм лопнул. Понятно, да? Ну вот пока мы экспериментировали, так получилось, что наш шарик уже лопнувший. Для того, чтобы протестировать, мы просто можем выбрать костюм, который нам нужен. Вот так сделать. И запустим нашу игру. Пойдем, подойдем к шарику. Ну и держи. Оп, наш шарик лопнул. Все. Но, опять же, какой у нас недостаток? Если мы сейчас опять запустим игру, то шарик уже лопнувший, да? Поэтому что мы можем сделать? В начале игры нам нужно, чтобы шарик был нормальным, да? Не лопнувшим. Поэтому до цикла, когда щелкну по флажку, после вот этой вот команды первой, нам нужно сделать что? Чтобы костюм сменился на... Не туда нажало. Вот и получается, что выполняется этот скрипт. Нам пока это не надо. Я еще раз просто щелкну. Нам нужно на первый костюм. Вот этот. Их всего два, поэтому легко выбрать. Если бы их было четыре, то нужно было бы думать, какой А, Б или С. Вот так мы сделали С. Давай запустим. Вот теперь у нас шарик нормальный. Сейчас мы его еще раз лопнем. Что-нибудь съедим. Здрастем. Аналогично ты можешь сделать так, чтобы порвал, например, этот мячик. Да? Как ты будешь делать? Ты выберешь вот этот спрайт. Выберешь костюмы. И увидишь, что здесь у нас всего лишь один костюм. Мы можем продублировать. И теперь с помощью инструмента выделения можно сделать вот так, как удобно. И инструмента изменения формы сделать, например, мячик такой вот покусанный. Ну, здесь вот немножко сложнее. Получается не очень красиво. Поэтому мы можем вернуть. А взять просто, выделить полностью весь шарик. И, например, вот так вот его за маркеры взять и сплюзнуть. Вот он у нас такой будет сплюзнут. И потом дописать скрипт, чтобы сменялись костюмы. Аналогично тому, как это происходит у нас в шарике. Я желаю тебе успехов в совершенствовании своей игры. И до встречи в следующей части урока по созданию и редактированию спрайтов.